Всем привет! В сегодняшнем видео вместе с вами будем тестировать новый тональный стик от Maybelline. Давайте приступим! Какое-то время назад я тестировала жидкую тональную основу от Maybelline, тоже Super Stay, и она мне не очень понравилась, у меня уже сейчас ее нет в коллекции этого тонального средства. Я кому-то уже его передала, но я помню, что действительно был такой матовый достаточно эффект, плюс супер плотное покрытие. Новая версия этого продукта, но уже в стике от Maybelline Super Stay, у меня оттенок 005 Light Beige, насколько я понимаю, это самый светлый оттенок в линейке. Но прежде чем открыть этот продукт, нанести его на мою кожу, давайте чуть больше узнаем о нем. Итак, я сейчас на самом сайте Maybelline, и этот продукт полностью называется Super Stay тональный крем-стик 3 в 1, тональное средство, консилер и контуринг. Тут не совсем понятная идея, ну то есть, как вы видите, здесь только один цвет в тюбике, поэтому я не тем не понимаю, как он может выступать в качестве контуринга. Я предполагаю, что их идея в том, что вы можете купить несколько оттенков, которые вы будете использовать в качестве консилера, в качестве тонального средства, в качестве контуринга. На сайте Maybelline представлено 8 оттенков, но на сайте Revgosh я нашла только 6, и опять-таки в Revgosh без скидки этот продукт будет стоить 735 рублей, что как бы совсем не дешево. Производитель нам обещает кремово-матовый финиш, который продержится до 24 часов, также легкую и быструю растушевку. Покрытие от среднего к плотному. Они предлагают растушевывать средство кончиками пальцев, либо губкой-блендером. Ну, собственно, вот это и все. Теперь давайте немного приблизимся, посмотрим на сам продукт и нанесем его на мою кожу. Так вот выглядит сам продукт, опять-таки это стик, здесь вверху можно увидеть оттенок, здесь же он и написан. И внизу есть вот этот спонж, которому я не очень доверяю, но мы обязательно его попробуем. На коже у меня только увлажняющий крем от La Roche-Posay. Как вы, наверное, можете увидеть, определенно есть места, которые я хочу покрыть. Посмотрим, сколько средств с ними справится. Обратите внимание, какое небольшое количество средств в этом тюбике. Попробуем спонж. Он совсем не мягкий, видите, да, какой он такой достаточно жесткий, упругий. То есть вот так не получится делать, иначе как будто я себя чем-то бью. Видите, даже покраснела. Возможно, вот такой вариант. Но вообще я хочу попробовать нанести тональный средство с помощью моего обычного спонжа от Fixed Price. И также попробовать кистью от Zoiva 102. Она специально такая для тональных средств. Достаточно плотная, и думаю, что ей должно быть удобно растушевывать. Ну, посмотрим. Для начала я нанесу средство только на правую сторону. Даже не представляю, на самом деле, сколько его нужно. Я первый раз использую стик. Вот такой оттенок. В принципе, я думаю, что должен хорошо подойти мне по цвету. Но да, и сразу по ощущениям он действительно матовый. Посмотрим. Есть какой-то запах непонятный. Не знаю, столько хватит. Попробуем вот этим спонжем, губкой. Честно говоря, как-то я не в восторге. Оставим это в покое. Попробуем лучше с помощью спонжа. К сожалению, сразу можно сказать, что тональное средство подчеркивает сухие участки кожи. И абсолютно будет прикрепляться к шелушениям, подчеркивать их. И это, конечно, не идеально, по крайней мере, для моей кожи. Но оттенок, по-моему, достаточно хорошо мне подошел. Ну, покрытие определенно сейчас далеко. Вот среднего или даже плотного. Возможно, спонж, конечно, часть его убрал. Но да, он немножко выровнял кожу. Но не могу сказать, что покрыл как-то очень много всего. Плюс мне совсем не нравится, как он выглядит. Особенно вот на носу и вот рядом с носом, где у меня более сухие участки. Смотрите, как вот он здесь некрасиво сидит. Окей, может быть, это вина вот этой губки, которую я стала использовать. Потому что по ощущениям достаточно такой кремовый эффект имеет тональное средство. Попробуем растушевать его с помощью вот этой кисти. Посмотрите, как это ужасно выглядит. Подчеркивает определенные все волоски. Те маленькие, которые есть на коже. Давайте лоб. Лоб у меня тоже достаточно сухой участок. Попробую сразу спонжем. Может быть, будет лучше. Честно, даже нет ощущения, что я растушевываю что-то кремовое на коже. Скорее эффект похож на просто пудру. То есть, когда вроде вот я беру этот стик и наношу его на свое лицо, действительно ощущение чего-то кремового. Кремового. Но когда я трогаю его уже на коже пальчиками, скорее ощущение пудры. По-моему, на лбу чуть лучше выглядит. Не знаю, связано ли это со спонжем. Хорошо, попробую немножко улучшить покрытие. Посмотрите, как он сидит. На носу. Далеко от идеального эффекта. Это вот, чего мне хочется добиться. Здесь вы можете прям видеть частички вот этого тонального средства, который как бы сидит поверх кожи. Я не помню, чтобы на сайте Maybelline было что-то написано по поводу, что этот тональный крем больше подходит для жирной кожи или для какой кожи. Разумевается, что, видимо, для любой. Но пока у меня ощущение, что точно не для моей. Смотрите, как он западает, вот эти морщинки на лбу. Сидит там. В общем, честно говоря, ужасно. Пока мои ощущения. Сейчас я закончу свой макияж и вернусь к вам. Ну вот, мой законченный макияж. Мне действительно сегодня ничего не хотелось с ним делать, учитывая, как выглядит моя кожа. Поэтому я просто оформила немного брови и нанесла консилер. И закрепила его рассыпчатой пудрой. Но на всю остальную кожу пудру не наносила, потому что она и так выглядит не самым лучшим образом. Она и немного румян поверх. К моему большому сожалению, тональный крем все так же сидит у меня как бы поверх кожи. Вот так же подчеркивает все шурушения и малейшие сухие участки. Выглядит все это не очень. Мне кажется, на камере еще лучше, чем в реальной жизни. Но посмотрим. Я уже не в восторге. Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы мое мнение поменялось. Единственный момент хороший, который я могу отметить, это оттенок. Он действительно достаточно светлый. У меня сейчас час дня. Так что посмотрим, как тональный будет носиться весь день. Я обязательно покажу вам через пару часов, в конце дня. И в конце дня также расскажу вам свои первые впечатления. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Всем добрый вечер. На моих часах уже полдесятого. И это значит, что стик от Maybelline Super Stable на моей коже почти 8,5 часов. Возможно, даже чуть больше. И я думаю, что я готова поделиться с вами своими первыми впечатлениями. К сожалению, я думаю, что первыми впечатлениями этот продукт и обойдется. Потому что никакого желания использовать его еще раз у меня нет. Не думаю, что я к нему когда-либо потянусь. Не представляю обстоятельства такие. Но давайте чуть подробнее. Да, по прошествии нескольких часов тональное средство стало лучше выглядеть на моей коже. Но это просто благодаря этим естественному кожному жиру, который стал выходить на поверхность, смешиваться с тональным средством и делать его не таким сухим. Ну, по крайней мере, чтобы он выглядел не так сухо. Но, тем не менее, даже сейчас, спустя почти 9 часов, все равно есть участки, где он как бы подчеркнул вот эти вот шелушения. Возможно, если у вас жирная кожа или кожа склонная к жирности, вам это больше подойдет. Но, к сожалению, у меня не такой тип кожи, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Так же, как вы сейчас можете заметить, тональный крем постепенно так ушел частично с моей кожи, что, естественно, ну, в принципе, более-менее равномерно. Я бы не сказала, что прям заметно, где его нет и где он есть. Но краснота моя определенно точно проявилась под конец. Да, я даже сказала бы не только под конец, намного раньше. И вообще, я не знаю, откуда они взяли покрытие от среднего к плотному. Точно на моей коже он себя так не проявил. Причем я пыталась его нанести разными способами и отличия особо не заметила. Но, что касается ощущения на коже, я бы сказала, что тональное средство вообще практически не ощущается. То есть я как-то не чувствовала его особо. Плюс мне нравится этот оттенок, он достаточно светлый для меня. Что еще такого хорошего? Ну, приятно, наверное, его наносить. Мне не нравится вот количество, тут я максимально его... То есть дальше он уже не идет, это максимальное количество продукта. И воспользовавшись сегодня, как бы я уже вижу, что его стало меньше. Поэтому не думаю, что на очень долго хватит его. При этом цена у него такая завышенная, как мне кажется. Просто из-за того, что это что-то новое и стиков таких не так много на рынке представлено. Так что, честно говоря, даже если по жирной коже я все равно не советовала вам это средство. Потому что мне кажется, ну, это просто такой маркетинговый ход. С вот этим бесполезным спонжем, губкой, или как там он называется, который вообще никак не помогает в растушевке продукта. С небольшим количеством, с такой достаточно высокой ценой. С не самым замечательным эффектом. И, кстати, как вы можете заметить, не то чтобы моя кожа осталась матовой целый день. Ничего подобного. Так что, не знаю, я не советую. Лучше попробовать что-нибудь другое. Ну, у меня на сегодня все. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Не забудьте подписаться. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok